еврозона когда баррель рассуждают по поводу мигрантов когда баррель рассуждает на тему того как и где экономика будет стабилизироваться и о том что в будущем я дорогие радиослушатели вы не поверите я сейчас скажу это вот прямо сейчас спасибо господин баррель я вам очень благодарен что господин баррель объяснил но тем кто его слушать его слушаю не только я его слушать еще в принципе очень сильно в политических кругах среди некоторых кругов он является ну таким не знаю ну не мессией но очень авторитетным человеком я в его круг в виду примерно 29 человек 29 человек это все министры иностранных дел всего евросоюза потому что им докладные каждый раз на стол кладут и там обязательно все что баррель наговорил все есть так вот баррель сказал что в будущем там лет через двадцать при тех тенденциях которые сегодня есть мы все еще говорим о его интервью guardian об этом разговоре что в мире будут три большие страны китай индия сша господи капитана видность господин баррель ну ладно но тем не менее спасибо вам большое и каждый из этих держав будет иметь экономику в 50 триллионов долларов ну профит прям я не знаю будущее видит ясновидящий господин баррель при этом вот эта сумма там 50 триллионов долларов я сейчас реализирую конечно по какому курсу я помню что кирк дуглас это между прочим выходец и потомок одесских циркачей у которого сын майкл дуглас актер говорил что он не знал что делать с гонорадом 150 тысяч долларов за роль спартака в фильме может кто-то помнит еще этот фильм спартак и и вот для него казалось это какие-то сумасшедшие деньги и он не знал куда их потратить то ли ранчо купить то ли виллу то ли целую гостиницу он не понимал как этими деньгами распоряжаться для него это была сумасшедшая сумма если посмотреть на сегодняшние гонорары которые крутятся в кино сфере дело даже не в голливуде то это смешно за 150 долларов 150 тысяч долларов там это разве что в сериале там на пару секунд затем ну там у них такие мысли сравнивая гонорары у наших некоторых звезд тоже я в я про киносферу да и если разговаривать о 50 триллионных долларов то по какому курсу по курсу 60-х годов когда там кирк дуглас не знал что делать со своими 150 тысяч долларов или по курсу на сегодняшний день или через 30 лет господин боррель с инфляцией которая сегодня есть в евросоюзе в еврозоне я сейчас не не программе на вести fm то мне кажется сумма дурацкая вот не надо было ему говорить 50 триллионов но тем не менее спасибо большое что экономиков в 50 триллионов а в ес она будет намного меньше сказал господин боррель около 30 триллионов долларов и цитата для европы это представляет собой огромную долгосрочную проблему европейцы должны быть готовы стать частью нового мира в котором мы безусловно будем меньшей частью населения привет всем гонсонсалистам и лесбиянкам а также пропорционально размеру мировой экономики спасибо господин боррель за осознание проблемы да как мировая экономика теми темпами которые все происходят вы врете абсолютно но спасибо вам за то что вы говорите об этом германия как экономика идет ко дну абсолютно с теми тенденциями которые есть я возьму последние три года лучше четыре кстати чтобы эффектно показалось это вот кривая идущая вниз до пандемии и падение резкое вниз стагнация инфляция и прочее европа будет не третья господин боррель в экономике в многополярном мире который она должна себя найти и евросоюз должен конечно принять еще 10 стран по вашему мнению в том числе и албанию и грузии и молдавию и украину и в принципе с точки зрения аграрно-сельскохозяйственной жизни все ездят на велосипедах и нету российского газа то как экономика вы будете сыты конечно же но вы не будете играть вообще никакой роли не третье место нет и не четвертое вас вообще в будущей экономики не будет господин боррель но я рад что вы об этом говорите и понимаете что глобальном мире противостояние которое есть евросоюз не играет больше никакой доминирующей роли и это очень важно и единство как ключевое слово и европейцы должны быть больше едиными прям сейчас вот еще до новостей а поехали в польшу господин боррель поехали по поводу единство европы там очень интересная вещь польши происходит вот украина как будущее я сейчас издеваюсь в кавычки беру слово будущее член евросоюза хуху смешно зайдет на рынок европейцев и поляки очень сильно этому сопротивляются и по поводу единства германия вела санкции против украинского зерна или против украинского рапса или против там не знаю семечек кукуруза вела или нет нет а франция вела это по поводу единства евросоюзе может быть греция вела нет я могу сказать вела болгария румыния польша еще раз польша еще еще раз польша который мы поговорим обязательно после новостей потому что даже америку же пробует влезть в конфликт между польшей слово конфликт в кавычках и украины но тем не менее по поводу единства евросоюза я же начал с андалуссии их теплиц в андалуссии и там действительно рабы работают у которых нет никаких прав это мигранты которые добрались как-то и они рады этой работе и действительно по 16 часов в день пашут иногда прям там в теплицах иначе чудовищное зрелище и по поводу единства например швеции которая тоже не вела санкции против украинского зерна и польши а каком единстве вы господин боррель говорите я его не вижу его не видит моровецкий его не видит орбан его не видит даже шольц потому что загородительные барьеры в том числе экономически торговые которые вводят некоторые страны доверия поехали дальше я по поводу мигрантов по поводу борреля по поводу рабство это абсолютное рабство конечно же тот кто это хоть раз увидел он понимает что это рабство ну как сказать знаете человек рад что у него есть работа вот он приехал сейчас вот этот миграционный кризис там в день примерно пару тысяч человек прибывает в европу о чем европа и в том числе боррель стадливо молчит я в последнее время стал его понимать по поводу сада просто боррель не договорил он когда начал говорить там мы там садом ухаживаем садовники он не договорил по поводу всего остального мира по поводу джунгль там кроме арабов никто особо не высказался я имею ввиду по миду против высказания тогда борреля по поводу джунглей и сада ну вот прибывает в европу каждый день определенное количество мигрантов это определенное количество это тысячи если такими темпами пойдет то европа должна как-то вступить в новую эру взаимоотношения с теми кто в кавычки беру слово не в саду и теплицы в андалузии и точно так же как теплицы в польше они давным-давно забиты уже вот этими не у рабами хотя почему не у рабами рабами они забиты этими рабами людьми которые не имеют тех прав которые имеют граждане тех стран где они работают и куда еще вот куда еще принимать этих мигрантов и в италии например местное население открытым текстом говорит о вторжении то есть если польша поднимала вопрос по поводу гибридной войны со стороны беларуси смешно моровецкий ну реально смешно ну какой там гибридная война страна беларусь тут со стороны африки не просто гибридная война местные жители в италии говорят о вторжении почему я пробовал посчитать количество женщин или людей у которых есть рядом дети на всех видео их достаточно много в сети очень сильно фильтруют очень сильных отдавливают по алгоритму на то чтобы они не попадали с первой строке но тем не менее видео достаточно есть видео с приемных пунктов где пробуют как-то в этих вновь прибывших мигрантов знаете звучит так красиво как-то зарегистрировать это скажи мне как тебя зовут вписали в бумажку уже даже разговора нет о том чтобы взять отпечатки пальцев есть огромное количество людей этих беженцев из африканского континента которые паспорта сжигают чтобы их не могли назад отправить чтобы непонятно было с какой они страны и лучше молчать лучше ничего не говорить даже чтобы тебя не поняли на каком наречии ты общаешься и это сознательная политика вот этих вот мигрантов чтобы не попасть назад в африку и я среднем статистическом насчитал так два ребенка я сейчас по видео сужу которые я видел есть там где представители некоторых некоммерческих организаций которые пробуют помочь этим мигрантам идут вдоль очереди на вот этот вот регистрационный пункт значит примерно так две женщины и два ребенка на 300 человек в основном это молодые люди и когда местные жители итальянские говорят о том что это вторжение в принципе ту риторику будут уже многие повторять не только консервативные только правы или там ультра правые партии евросоюза лучшее и говорить насчет вторжения потому что но если есть риторика гибридной войны то есть тогда риторика и вторжения и с этими людьми надо что-то делать и шансов что эти люди получат рабочие местные теплицы 0 там уже все занято соответственно что с ними можно вообще делать и им же нужно создать не просто рабочие места их нужно еще обучить этим рабочим местам